2 октября на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросилось тысячи мертвых морских организмов. Эту ситуацию можно назвать экологической катастрофой. Океан с его огромной способностью к самоочищению, за счет вот этой просто огромной водной массы, она имеет эту самоочищающую способность. В чем она сейчас выразилась? В том, что произошло растворение загрязняющих веществ, в том, что в первую очередь произошло оседание на дно. То есть это называется аккумуляция загрязняющих веществ на дне. Естественно, идет аккумуляция в влах и в телах гидробионтов. Произошла, естественно, массовая гибель гидробионтов, и наверняка там, когда будут смотреть, обнаружится, что в телах тоже имеются вот эти концентрации. Местные жители отмечали, что помимо погибших животных вода изменилась в цвете. У людей наблюдалось раздражение на коже и опухоли глаз. Причина этого загрязнения еще устанавливается. Называется три версии – техногенная природная сейсмическая активность. Отмечаются превышения на уровне 2-3 ПДК, причем в придомных слоях. Скорее говорят о том, что это техногенные, результат техногенного воздействия. То есть какая-то была авария. Скорее всего, разлив веществ, содержащих в себе нефтепродукты и фенолы, и возможно, что было еще загрязнение ядохимикатами. Потому что вот в случае загрязнения ядохимикатами вода может прообретать желтый оттенок. На данном этапе развития промышленности человек бессилен исправить сложившуюся ситуацию. Однако океан сам способен излечить себя. Что с этим можно сделать? А вы знаете, самое смешное – ничего. Потому что настолько огромная водная толща, настолько огромная площадь, которая оказалась затронута, что по сути тут мало что можно сделать. Со временем появится здесь бентосный организм, переработают эти все остатки. Но вот что надо сделать, чтобы этого не допустить, таких последствий, это очень, конечно, жесткий и строгий мониторинг. То есть вопросы безопасности при таком роде патастрофах, они должны быть обязательны. Дарья Ледачева, Кристина Надыршина, Андрей Богудинов, Универньюс.